мне хочется плакать мне хочется стучать к вам зачем вы славите дьявола это его музыка это она звучит в аду это под эту музыку истязают грешников всем привет дорогие друзья и это обновление 2 4 января что нас ждет добавлено пробуждение анаким заходим пробуждение вот такой вот очень вкусненькое пробуждение вот по пробуждал немножко то есть хорошо увеличение урона от умений вот в эти две веточки мы идем можем получить тройного урона еще увеличение урона от умений по области тоже очень увеличение силы ловкости интеллект выносливости 1 мдр повышая общую боеспособность первый скилл чтобы пробудить нужно открыть 10 ячеек добавлена система продвижения классов также мы видим табличку тех классов которые можно переобразить это все мифические вы сами можете на паузу нажать и посмотреть как это будет работать у меня было три карты я попытался преобразить преображение появляется у вас скилл дает шанс уменьшение урона от умений также у нас появляется связь ответствовать данной вашей карте то бишь если у меня мах у вас должен быть тоже мах если мы обратимся к табличке мы видим что таркай связать карты можно я так понял если что поправляем меня вот продвижение можем продвинуть таркай 2 редкие закинуть продвинутого таркай можно связать с моей карты когда он преобразится когда мы сделаем продвижение таркай я смогу его связать это же появляется возможность изменить внешность но я не знаю как это будет еще работать я пока все предполагаю могу ошибаться на то бишь когда у вас будет связь у вас также появится вот эффект связи повышает шанс уклонения от атак противника уменьшается сопротивление урону противника эффект связи применяется для класса с которым он связан мы переображаем свою карту также есть уровни уровни преображения то бишь вот видим два уровня в первый уровень до 2 уровень дает ап скиллам ну также урона уменьшают и длительность аномального состояния что есть очень хорошо к основной карте своей нужно стремиться при преображении маг крит атака такое ну маг точность урон от посоха плюс 3 и 2 точности то очень неплохо и плюс скиллы которые дают очень неплохие бафы я надеюсь преображением все понятно не все карты подходят для связи но все карты подходят чтобы попытаться преобразить видим таркаем можно преобразить эти карты еще пока нельзя но в дальнейшем будут увеличиваться карты нельзя будет только преобразить вот эту карту которая дается с развития дерево развития только ее и связать ее нельзя расчехляем кошелечки доним закупаем паки добавлены также коллекции с продвижением класса вот тарка им первый уровень урон от посоха 2 также мидина переображенная и тарка и снижение получаемого урона от посоха 1 связь возможна для класса с одинаковым основным оружием тут так все и написано и героический класс сарбом в качестве основного оружия можно связать только с легендарным классом с арбом в качестве основного оружия. У мифического класса считаются все оружия основные. Для связи класса применяется эффект от класса, используемый в качестве материала для связи. У связанных классов отображается особая аура для связанных персонажей. А это особая аура, да? Будет такая. Дим 3 уровня. Список классов для которых доступна связь. Это легендарный мифический. Запускается подземелье большого разлома. Кошмарный лабиринт Харнака. Всего создается 4 разлома для 6 серверов. Нужны 70 уровни. 14 часов нахождения. Ну и там нужны забущенные ребята. Там защита от стана. Хотя бы еще 30 защиты, 30 точности. Штанишки. Защита от стана и апеллы. Ожерелку. Тогда было бы у меня 70 защиты от стана и можно неплохо там стоять на первой зонке. Но очень стоящее подземелье. То, что можно покупать разные итемы. Это как закрытие вот коллекций. Также обновите книги об истории королевства аден. Я всегда беру защита. Весь урон. Точность. Влечение урона от оружия и умений. Очень хорошие книги на 2 месяца. Это на месяц. Влечение урона от оружия или наоборот. Что-то типа того. Ну на месяц очень неплохо. Также временные коллекции. Это самый крутой ивент, который нужно посещать в понедельник и пятницу вечером. Мероприятие длится полчаса. То не пропускайте. Он и так вкусный. Остров пробуждения. На 2 недели этот ивент. Два раза больше. Сундуков пробуждения. Высокого качества. Не пропускайте остров. Потому что это души. Очки пробуждения. Кристаллы. Ордена. Труповые подземелья будут давать 2 сундучка. Тоже очень хорошо. Вкусное подземелье. Тайное хранилище Небулита. Это 2 часа можно поиметь с 1 льта. Плюсом. И также последний сад. Кристаллы души. В 9 утра и в 6 вечера будут приходить писемка с виталочкой. Дополнительно тут расходочка. И кристаллы души. Или 6 или 11 раз. Очень неплохо. Добавляется вот такой вот бонус. Если минусануть все карты, которые и так нужны. Очень крутой бонус. Что-то продастся. Я по-любому его возьму. По-любому. Потому что орденов славы. 10к. Очков пробуждения. Кристаллы души. Финальная. Героическая. Легендарная. Ну, карты, которые так нам нужны для продвижения. Для апа нашего героя. Для смены внешки. Очень интересно. Что там за внешки такие. Самому. Ну, очень вкусный. Очень вкусненький такой. Сладенький, я бы сказал. До 21 числа 2 месяца. Благосление богини я закончил. Там ничего такого вкусненького не выпало. Но этот очень вкусный. Вот даже вот эти 2 итема за 1500 алмазов. Это очень вкусно. Это очень нужно, я бы сказал. Сам донат магазин. Смена класса закончилась. Длилась она 2 недели. Хоть на монетках было написано до 31 числа. А не до 31 числа. Если у вас остались там монетки. Одна монетка, одна сайх. Чтобы не пропали монетки. Да. Так, начнем с вот этого. Улучшенные легендарные. Карты агатионы. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Лассейная святая вода. Реликвия. Зелье пробуждения. Тысячу алмазов. Не знаю, ни о чем. Не тот знак, не тот знак. Знак создания изменения. Что мы можем за него создать? Вот такие вот карты. От редкий до легендарный. Если мы искупаем все паки, можем создать 2 карты по 11 раз. От редкий до легендарный. Потому что за знак создания королевы можно создать 1 карту или агатиона, или на класс. То бишь 100% легендарный класс или агатион. Но сейчас только создание изменения. В самих паках 300 реликвии. 3000 очков пробуждения. Бонусная монета мастерства. 200к орденов. С аденой. Из-за шквал сахи мы можем создать крутые книги наследника. 10% шанс. Но мы можем добавить красный камушек. Увеличить на 5% шанс. Но смотря сколько вы добавите камней. Свитки освещения. Они привязанные. Шанс создания 20%. Но очень много шквала сахи. Нужно. При успешной атаке против персонажа. Постоянно восстанавливает некоторое количество макс хп. Время действия 5 секунд. Но не привязанные. Что еще за знаки можно создать? Зелье пробуждения. Или карты. Вот карты или зелье пробуждения. Тремя картами сразу пробудить. Нам было по одной. Наверное там по 9%. Но я попытал удачу. 27%. Не зашла карта. Нужно апать. Потому что статы. Ни скорость атаки. Ничего не увеличивается. Просто добавляются скиллы. И немножко статов. Очень неплохие скиллы. Я бы сказал. Эффект связи. Да? Эффект связи. Очень интересно. Ну не знаю как полностью это все работает. Лайки. По любому став. Потому что я буду смотреть по лайкам. Тебе это интересно или нет. Всем до новых встреч. С тобой твой друг Розе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.